Волшебники страны ОС или Киукашинкай карате развивают терпение, уважение и стремление к высшим результатам. В центре подготовки сборных команд Киукашинкай карате, расположенного на территории сельского поселения Чулковское, достигать высоких целей можно в живописном месте на берегу реки Пахра. Глава округа встретился с вице-президентом Федерации Киукашинкай России Виктором Беловым. Виктор Неволин выяснил, чем может помочь центру подготовки в его развитии. Количество детей здесь достаточно большое, и расходы, связанные с содержанием зданий, строения, сооружения, оплата за ресурсы, естественно, это то бремя, которое тянут на себе руководители. Они это делают из собственных средств, никакой помощи государственной и муниципальной не брали никогда. Такая возможность есть, есть программы, городские программы, которые позволяют субсидировать эти расходы на оплату преподавателей, например. Есть областные программы, которые позволяют это делать. Мы самое главное сделали, мы сделали зал. И зал уже функционирует, в нем можно полноценно тренироваться, круглый год. И для нас это основа. То есть тренировочный процесс идет. Все, что касается школы, мы здесь хотим сделать школу. Это будет центр подготовки всероссийский. И сюда будут приезжать ребята со всей страны. И здесь будет проходить обучение именно спортсменов высочайшего уровня. И подготовка инструкторов. Мы здесь еще создадим небольшой жилой фонд, в котором они будут проживать. То есть это своего рода будет интернат для спортсменов. Ну и будет спортивное общежитие для инструкторов, которые будут приезжать учиться. Становление и развитие этого сложного вида боевого искусства началось на территории сельского поселения Чулковское в 2007 году. Первая группа «Киукашинкай карате» была организована в деревне Мячиково на базе помещения ДК. На сегодняшний день в состав федерации «Киукашинкай» Раменского городского округа входит около 500 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Проводили прямой эфир в Инстаграм. И кто-то из тех, кто участвовал в нем, задал вопрос. Какая поправка для вас самая важная? Для меня семейные ценности важны. Когда в семье, где традиционный брак считается нормальным, когда мужчина и женщина производят на свет ребенка, который потом подрастает, из него делают мужчину. Мужчину можно сделать. Вот ты приходишь, занимаешься, ты готовишь будущего защитника Отечества, любящего отца, любящего сына. Все эти качества прививаются. И здесь тоже карате – это не только друг другу по голове. Это и духовное воспитание, это и что такое хорошо и что такое плохо. Для нас это очень важно, что в такой объект есть. Его нужно поддерживать, он должен развиваться. Строительство спортивного центра подготовки сборных команд началось в 2012 году. В настоящее время здесь готовятся действующие чемпионы России, Европы и мира. А также тренируются дети от 6 лет. На базе центра подготовки команд «Киукашинкай карате» проводят различные спортивные мероприятия. У нас есть ученики, которым по 65 лет, поэтому карате – оно для всех возрастов. И в каждом возрасте ты находишь для себя что-то интересное и новое в карате. Развивая силу духа и силу тела в своих воспитанниках, в центре подготовки уделяют большое внимание дисциплине и развитию духовного начала. Создавая этот центр, мы планировали создать его для всей семьи, чтобы здесь мог тренироваться и ребенок, допустим, сын, и становиться настоящим защитником. Но в семьях, как правило, есть и девочки. И для девочек мы предусмотрели и сделали здесь зал хореографии. Также будет школа рисования и будет школа ГО. ГО – это стратегическое боевое искусство, невероятно интересное. И на сегодняшний день, в такой тяжелой обстановке, если человек не будет стратегически мыслить, то ему будет очень трудно чего-то добиться. Карате – это возможность находиться в предельной реальности. В нашем мире сейчас все больше и больше всякого цифрового образования и прочего. А это реальный контакт. Ты видишься, общаешься с человеком, имеешь возможность находить настоящих друзей, общаться вживую и драться по-настоящему – это очень важно. Один из важных принципов карате – это предельная реальность. В карате поединки идут голыми руками и голыми ногами. Мы не используем никакой защиты, кроме как раковины на пах. И это дает возможность почувствовать себя по-настоящему живым. Кьюкушенкай карате пользуется популярностью среди местного населения. Тренировки проходят в нескольких помещениях. В их числе ДК «Челковский», где тренируются около 60 детей. ДК – в Нижнем Мячково. На территории Челковского поселения работают пять тренеров по карате. Тренер, который у нас за спиной стоит, он приехал из Бразилии, полюбил Россию и остался здесь навсегда. Он мастер своего дела, он ничего другого для себя не видит. Ему нравится наша страна, ему нравится заниматься любимым делом. Что еще надо? Прекрасный коллектив, который сам постоянно повышает свою квалификацию и ездит на все сборы, участвует в любой возможности, где есть возможность поучиться. Ихни ученики на сегодняшний день участвуют в турнирах всех уровней. Что такое карате и какие в нем есть приемы – все это хорошо известно главе округа. В юношеском возрасте Виктор Неволин осваивал этот вид боевого искусства в школе, в которой обучался. Спустя годы помнит некоторые приемы. Это было в 80-е годы, когда нас всех еще гоняли, запрещали. Тогда карате было запрещено. Его культивировали в закрытых залах, в школах где-то. Фильмы про карате мы ездили смотреть в Тамилино. Это закрытый показ был, что-то такое. Тогда я только услышал о первых мастерах, о Яма из Японии. Ну, конечно, много чего было. Ну, это где-то осталось, там что-то осталось. Потом это все уже, может быть, начал другими видами спорта заниматься. Ну, как карате, как вот вид, который из меня в переходном возрасте, в общем-то, сделал человека, не боящегося вступить в бой. Да, это мне было очень полезно. Для детей это хорошая возможность найти друзей. И самое главное – это взаимодействие. То, что сейчас называется социализацией, да. То есть ребенок может найти свое место в обществе сесть. И это очень важно. Это важнее, чем какие-то знания. Знаете, как говорится, ребенок – это не сосуд, который нужно наполнить знаменами. Это факел, который нужно разжечь. И вот Виктор Борисович, он очень талантлив в этом. Настоящий разжигатель. Волшебники ООС продолжают свои тренировки. Пока погода благоволит, делают это на открытом воздухе. Это придает дополнительной силы на пути к высшим целям. Марина Миткевич, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».